Что мы так зацепили за Арктику? Ведь лет 20 о ней никто не вспоминал, а сегодня даже на параде победы части арктических войск. Огромные деньги направляются туда. Для чего это делается? Если уж мы в теме оказались, то что можно добавить? Я уже, в принципе, начал об этом говорить. Что можно добавить? Арктика – важнейший регион, который будет обеспечивать будущее нашей России. И вот когда-то Алмоносов сказал, что Сибирь будет Россия прирастать, можно с уверенностью сказать, что мощь и возможности России будут прирастать Арктикой, арктическим регионам. Но вот к 2050 году, я как-то недавно на совещании, будучи в Арктике, говорил об этом, к 2050 году примерно 30% всех углеводородов будет добываться в Арктике. Уже сейчас там осуществляется крупнейший наш проект. Новотек строит целый завод в Арктической зоне, целый город построил, аэродром, порт. Добычу там начали уже в Арктической зоне, уже началась добыча. Поэтому с экономической точки зрения чрезвычайно важно, если климат будет меняться, иметь такие тенденции, несмотря на холодину сегодня в Москве, но тенденция будет сохраняться к глобальному потеплению, то это значит, что период навигации в Арктической зоне будет увеличен. А это, в свою очередь, означает, что Северный морской путь будет использоваться гораздо интенсивнее, чем сейчас. Время прохождения судов будет уже не полтора-два месяца, а четыре-пять. И к этому региону проявляют активный интерес и так называемые уже нерегиональные державы. И это хорошо, мы готовы с ними сотрудничать, но мы должны обеспечить свой приоритет. Вот я был недавно на земле Франца Иосифа, мне те люди, которые там работают, рассказывали, там много туристов приезжает, в том числе из иностранных государств, и некоторые гиды уже вслух говорили тем, кого они сопровождали. Вот эти острова раньше принадлежали Советскому Союзу. Это должно нас насторожить, это наша территория. Поэтому нам нужно обеспечить точно совершенно использование этих маршрутов, хозяйственную деятельность на этих территориях, обеспечить свой суверенитет над этими территориями. Но давайте не будем забывать и чисто военной стороне дела, с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, чрезвычайно важный регион. Не хочется здесь ничего нагнетать, но специалисты знают, что, допустим, американские атомные подводные лодки дежурят на севере Норвегии. Подлетное время ракет 15 минут до Москвы, и мы должны понимать, что там происходит, видеть, что там происходит. Мы должны этот берег защитить соответствующим образом, пограничную охрану обеспечить. И там, кроме всего прочего, с точки зрения стратегических вооружений, там трассы проходят как раз над Северным полюсом возможного, не дай бог, до этого не дойдёт. Но просто мы должны это знать. Трассы пролётов ракет наземного базирования, находящиеся на территории Соединённых Штатов. Это всё мы знаем, но мы должны обеспечить, в том числе и систему ЭСПРН, систему контроля за пусками ракет. Это всё Арктика. Это всё Арктика. И поэтому мы не занимались этим не потому, что это было неважно, а потому, что не могли, бросили это. Как, к сожалению, очень много жизненно важное для нашей страны другое. Теперь мы к этому и вернулись. Надеюсь, навсегда.